Приветствую вас на проекте «Продвижение Плюс». На сегодняшнем занятии мы рассмотрим задачи ОГЭ с практическим содержанием страхования по программе ОСАГО. Приготовьте ручку и все законспектируйте в тетради для подготовки к ОГЭ. Внимательно прочитаем текст задачи. Каждый водитель Российской Федерации должен быть застрахован по программе ОСАГО. Стоимость полиса получается умножением базового тарифа на несколько коэффициентов. Коэффициент бонус малус КБМ зависит от класса водителя. Сначала водителю присваивается класс 3. Срок действия полиса, как правило, 1 год. Каждый последующий год класс водителя рассчитывается в зависимости от числа страховых выплат в течение истекшего года в соответствии со следующей таблицей. Рассмотрим ее. Очевидно, чем больше страховых выплат в результате аварии водителя, тем больше коэффициент бонус малус и водитель платит за страховку больше. И наоборот, водитель без аварий платит по минимуму. Рассмотрим вторую таблицу. Коэффициент водительского стажа также влияет на стоимость полиса. Чем опытнее водитель и старше, тем коэффициент КВС будет ниже. Следовательно, водитель будет платить за полис меньше. Для того, чтобы легче было разобраться в данных этих задач, лучше заносить все числа в таблицу. Для этого нужно бегло прочитать все задачи и выяснить, в течение какого времени производилось страхование. В наших задачах страхование ведется в течение пяти лет. Занесем это в нашу табличку. Таким образом, в ней будет пять строк. Столбцов будет тоже пять. Первый столбец класс. Второй столбец коэффициент бонус малус. В третий столбец мы будем заносить возраст. В четвертый стаж. И последний столбец коэффициент водительского стажа. Все данные, заносимые в таблице, будут нам нужны для решения. Прочитаем вопрос первой задачи. Ярослав страховал свою гражданскую ответственность четыре года. В течение второго года была сделана одна страховая выплата. Ни до этого, ни после этого выплат не было. Какой класс будет присвоен Ярославу на начало пятого года страхования? И чему будет равен коэффициент бонус малус? Обратимся к первой таблице. На начало первого года страхования водителю был присвоен третий класс с коэффициентом 1. В течение первого года водитель в аварии не попадал. У него было 0 страховых выплат. Поэтому на начало второго года класс был присвоен четвертый с коэффициентом 0,95. В течение второго года водитель попал в аварию. У него была одна страховая выплата. Поэтому на следующий год ему был присвоен второй класс с коэффициентом 1,4. В течение этого года аварии не было 0 страховых выплат. Поэтому на начало четвертого года был присвоен третий класс с коэффициентом 1. Аварий в этот год также не было. Поэтому на начало пятого года страхования был присвоен четвертый класс с коэффициентом 0,95. Занесем полученные данные в нашу таблицу. Ответ на поставленный вопрос 0,95. Перейдем ко второму вопросу. Коэффициент возраста и водительского стажа КВС также влияет на стоимость полиса. Когда Ярослав получил водительские права и впервые оформил полис, ему было 22 года. Чему равен КВС на начало пятого года страхования? Обратимся ко второй таблице. Итак, в начале ему было 22 года и 0 лет водительского стажа. Коэффициент, соответственно, 1,77. На следующий год ему уже 23 года и стаж 1 год. Коэффициент не изменился. На третий год ему уже 24 года. Коэффициент по-прежнему 1,77. На начало четвертого года Ярославу 25 лет и водительский стаж 3 года. Коэффициент стал 1,04. И, наконец, на начало пятого года, ему уже 26 лет, водительский стаж 4 года. Коэффициент по-прежнему 1,04. Занесем все данные в нашу таблицу. Ответ на поставленный вопрос 1,04. А теперь рассмотрим самую сложную задачу. В начале третьего года страхования Ярослав заплатил за полис 22 302 рубля. Во сколько рублей обойдется Ярославу полис на пятый год, если значение других коэффициентов, кроме КБМ, КВС, не изменится? Сумма страховки высчитывается по формуле. Произведение базового тарифа. Коэффициента бонус-малус, который понижает или повышает стоимость полиса в зависимости от количества ДТП. И коэффициента водительского стажа. Итак, мы получили все данные нашей таблицы. Остается понять, из чего складывалась сумма страховки на начало третьего года страхования. Давайте вспомним формулу и обратимся к третьей строке нашей таблицы. Здесь нам понадобится коэффициент бонус-малус и коэффициент водительского стажа. Подставим значение из таблицы в нашу формулу. Выражая базовый тариф, мы получаем отношение суммы страхования к произведению коэффициентов бонус-малус и коэффициента водительского стажа. Произведя элементарные вычисления, получаем, что базовый тариф равен 9000 рублей. Теперь рассмотрим значение коэффициентов на начало пятого года страхования. И подставим опять же в эту формулу базовый тариф и коэффициенты, которые мы имеем на начало пятого года. Произведя вычисление, получаем 8892 рубля. Это и будет ответом на поставленную задачу. Ну и, наконец, рассмотрим последний вопрос. Ярослав ехал на участок дороги протяженностью 2,6 км с камерами, отслеживающими среднюю скорость движения. Ограничение скорости на дороге 70 км в час. В начале и в конце участка установлены камеры, фиксирующие номер автомобиля и время проезда. По этим данным компьютер вычисляет среднюю скорость на участке. Ярослав ехал на участок в 12 часов 24 минуты 15 секунд, а покинул его в 12 часов 26 минут и 25 секунд. Нарушил ли Ярослав скоростной режим? Если да, на сколько км в час средняя скорость на данном участке была выше разрешенной? Найдем время, затраченное на данной трассе. Для этого от времени, когда Ярослав покинул ее, мы вычитаем время, когда он на данный участок ехал. Получаем 2 минуты 10 секунд. Выражаем в секундах и далее в часах. По всем известной формуле мы находим скорость, с которой Ярослав передвигался по данному участку пути. Для этого находим отношение длины трасс к времени, проведенной на данном участке. Получаем следующее выражение. Советую не умножать множители, а привести выражение к такому виду, чтобы было удобно сократить. Получаем в результате 72 км в час. Остается узнать разницу скорости. Для этого мы от 72 отнимаем ограничение скорости 70 км в час. Получаем 2 км в час. Это и есть превышение скорости, которое позволил себе Ярослав на данном участке трассы. И записываем это в ответ. Ну вот мы и рассмотрели все задачи по страхованию ОСАГО. Теперь для закрепления материала вам необходимо самим прорешать подобные задачи. Их можно найти по ссылке, указанной на экране. С вами была учитель математики информационно-технологического лицея города Нерингри, Соколовская Юлия Владимировна. Спасибо за внимание. Продолжение следует...